Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео мы продолжим круговое плетение фикуса. В прошлый раз мы сделали подготовительную работу, посадив растение в большой горшок по кругу. Это мы делали в начале весны и все это время, аж до сегодня, фикус рос, развивался и, как видите, уже достаточно его ветви вытянулись, разрослись. Он все это время хорошо себя чувствовал, активно разрастался, так как была активная фаза роста. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что не все ветки одинаково выросли и они не все одинаковой длины. Так как у меня изначально были вот эти растения достаточно маленькими, как видите, то по сравнению с другими они выглядят немножечко, конечно, маловатыми. Но я хочу сказать, что сейчас самый подходящий период для этого, чтобы заплести фикус, так как начинается уже холода, осень на улице. И со временем стволики будут утолщаться, поэтому они не будут уже более такими податливыми для того, чтобы их изгибать. Можно было бы этот фикус плести немного раньше, так как все остальные, вот видите, эти побеги, они значительно повыше, больше они разрослись. А вот этот, особенно маленький, и еще есть здесь, вот этот вот они поменьше. Поэтому я хочу изначально обратить внимание на то, что нужно стараться в самом начале брать побеги где-то одинаковой приблизительной длины, чтобы, как я, не ждать очень долго, пока другие маленькие также вытянутся и будут уже готовы к плетению. Но будем уже работать с тем, что есть, и начнем с того, что мы на каждой ветке будем обрезать где-то по 2-3 веточки снизу для того, чтобы нам оставить место для плетения. Для этого возьмем инструмент, которым вам удобно будет обрезать. Обязательно вначале его продезинфицируйте, чтобы не занести никакие бактерии растению. И будем понемногу обрезать. Начнем с самого большого растения, самого плотного. Я буквально пока обрежу небольшие веточки. Дальше посмотрим, что нам будет в процессе мешать, тогда можно подрезать. Изначально не обрезайте очень много. Если вы видите, что веточка и так не очень большая, то, конечно же, лучше обрезать в ней по минимуму. На этой ветке я также ничего особо обрезать не буду. Это, как видите, очень маленькая по сравнению с другими, но все равно я вот эту нижнюю ветку обрежу. Таким образом просматриваем каждую веточку и обрезаем то, что будет лишнее для первого круга плетения. А далее уже по ходу событий посмотрим, что еще будет нужно обрезать. После того, как мы немного оголили стволики, начнем непосредственно плетение фикуса. Первый ряд. Посмотрим внимательно на растение и начнем плетение с того места, где у нас самый плотный и сильный стволик. Так как он уже со временем деревенеет и будет гнуться хуже всего. Для первого круга плетения нам нужно взять рядом два стоящих стволика и по часовой стрелке таким вот образом их изогнуть. Как видите, этот гнется, конечно же, намного лучше, так как он более тонкий. Этот, как видите, более плотный, уже больше сдвигаться не хочет. Дальше изгибать не стоит, чтобы не травмировать растение. И таким образом на этой высоте нам нужно это растение зафиксировать. Я возьму вот такие вот строительные зажимы, а вы можете взять то, что у вас есть, проволоку или любые другие зажимы специально для растений. То, что вам удобно для того, чтобы пока просто нам зафиксировать и определить нужную для нас высоту. Таким образом берем два следующих стволика и также их заплетаем. Стараемся их закрепить на той же высоте, на которой мы сделали предыдущие стволики. И таким же образом продолжаем далее, действуя со всеми остальными стволиками. Осталась последняя пара, мы также ее заплетаем по часовой стрелке и скрепляем. После того, как мы сделали первый ряд и его закрепили, обратите внимание, что это пока крепление временное. Мы будем его менять на постоянное. И сейчас нам нужно оценить, достаточно ли у нас высоты для того, чтобы сделать второй ряд плетения. Я вам уже говорила, что у меня не все растения достаточно большие. Вот, например, вот это, видите, оно по сравнению с другими намного меньше. Я думаю, что для второго ряда у этого растения еще недостаточно высоты. Но на вот этих больших я сейчас вам покажу, как плетется второй ряд, каким образом нужно действовать. И аналогично, когда уже эта вот растеница достигнет определенной высоты, тогда я смогу его соединить с другой рядом находящейся веточкой. И повторить далее это плетение. Далее, чтобы наше плетение было равномерным и хорошо держалось, для этого берут различные приспособления. Или, например, какую-то трубу по диаметру вашего круга. Или, например, можно взять какой-то круг сделать из проволоки, из того, что у вас есть. Чтобы следующий круг плетения хорошо держался, эти ветки нужно будет закрепить к этому кругу. И тогда все будет равномерно, ничего не будет выходить и отклоняться в бока. Сейчас я покажу вам, как сделать второй круг плетения. Итак, мы берем две ветки, но та, которая одна должна выходить наружу, а одна внутрь. Мы берем их и соединяем по часовой стрелке, как мы и до этого делали. Вот таким вот образом. В этом месте мы соединим эти веточки и будем прикреплять их вместе с креплением к этой вот проволоке, к этому кругу. Вот таким вот образом у нас получается зафиксировать. Вначале не очень удобно, но далее мы будем продолжать наше плетение. Далее мы поворачиваем растения и смотрим на вот эти две веточки. Мы берем их и также по часовой стрелке пытаемся между собой соединить. Здесь для того, чтобы соединить эти веточки, мне нужно некоторые из них еще отрезать, так как они здесь мешают. Это как раз, как я уже говорила, мы смотрим по ходу плетения. Те ветки, которые все-таки нам мешают, мы их удалим. И так как раз здесь мы сможем их соединить между собой. Здесь в этом месте мы будем их скреплять и как раз фиксировать вместе с нашим кругом, который находится внутри. Как видите, по второму ряду у меня получилось заплести только две пары стволиков. Остальные две пары я буду заплетать уже по мере того, как вырастет вот этот вот маленький. И таким образом тогда я смогу соединить вот эти два стволика и следующие вот эти вот два. Сейчас я вам покажу их. Вот эти вот два также между собой я смогу соединить. Просто сейчас, как видите, этот стволик также еще немножечко должен вытянуться и подрасти, чтобы соединиться с этим. Потому что если его сейчас очень максимально обрезать, останется очень тонкий стволик, он может погибнуть. Поэтому лучше все-таки этого не делать, немножко подождать и потом вот эти два стволика буквально где-то через месяц-два я уже смогу также между собой соединить. После того, как растения эти еще более вытянутся, потом снова можно отстричь буквально две-три пары листьев и дальше таким же образом продолжать это плетение. И оно уже будет более высоким, его будет хорошо заметно, не так как сейчас. Ну а сейчас это пока только начало, два ряда буквально. И сейчас, конечно же, еще не просматривается очень хорошо это круговое плетение. Но нужно понимать, что этот процесс не быстрый и вы со временем будете заплетать ваши растения также дальше по мере их роста. Что еще нужно сейчас сделать? То есть вот эти стволики, которые мы скрепили между собой, до этого я говорила вам, что это временное крепление. Мы сейчас снимем это крепление и зафиксируем уже эти стволики немножечко по-другому. Как видите, они сейчас не рассоединяются, так как здесь уже верхние ветки также закреплены. Но для того, чтобы это плетение было плотным, эти стволики должны между собой срастаться. На каждой веточке мы должны сделать маленькие надрезы. Они должны быть неглубокие, буквально только сцарапать верхний слой для того, чтобы здесь в местах среза они соприкасались и быстрее срастались. Для этого я возьму острый канцелярский нож. И как я уже сказала, в местах их соприкасания аккуратно сделаем надрезы. Буквально понемножку для того, чтобы в этих местах они могли соприкасаться между собой и потом уже со временем срастаться. Как видите, надрезы абсолютно неглубокие. Главное срезать верхнюю часть для того, чтобы веточки между собой соприкасались и уже срастались более быстро. Затем нам необходимо эти ветки между собой в местах среза крепко соединить. Взять какую-то веревку, которая у вас есть, плотная, и связать их между собой в местах соприкосновения. Таким же образом, аналогично мы поступаем с другими стволиками. В местах соединения обрезаем немножко кору, связываем плотной веревкой. Я это сейчас сделаю и покажу вам. Что касается второго ряда, то я пока не буду здесь делать никакие надрезы и плотно их фиксировать до того момента, пока я все растения, все стволики между собой не соединю. И тогда уже я смогу примерить нужную высоту, как они между собой все расположены. Потому что, возможно, придется какие-то из них двигать. Поэтому, если я сейчас какие-то из них закреплю, и они будут срастаться, а вот эти вот маленькие, как я сказала, подрастут, и я начну их между собой соединять, и у меня будет как-то моя конструкция двигаться, то это может быть очень нехорошо. Поэтому лучше дождаться, пока вы сделаете полный круг плетения, второй ряд, и тогда уже их закрепить, сделать надрезы, связать веревками, и они также будут постепенно срастаться. Также хочу отдельно обратить ваше внимание касательно стволиков, на которых мы сделали надрезы и их зафиксировали веревками. Буквально где-то через месяц-полтора уже нужно будет смотреть, потому что они будут со временем срастаться. Но самое главное, чтобы эта веревка не врезалась и не оставила никаких следов повреждения на этих молодых стволиках. Поэтому обязательно смотрите. Если вы видите, что растения начинают утолщаться, стволики, и эта веревка им как-то мешает, то обязательно нужно развязать и посмотреть, в каком состоянии находятся стволики. Если они уже хорошо друг к другу прилегают, они срослись, то веревку можно будет снять. Если же вы видите, что они еще ненадежно прикреплены друг к другу, то есть они только начинают срастаться, то веревку нужно будет повторно зафиксировать снова. На этом вторую часть кругового плетения фикуса можно закончить. Сейчас необходимо растению уделить особое внимание, так как все-таки такая процедура для него это большой стресс. Для того, чтобы растение хорошо и побыстрее восстанавливалось и развивалось, необходимо поставить его на светлое солнечное место. Обязательно периодически поворачивать, чтобы каждая из сторон получала равномерно свет. Поливать растение по мере необходимости, а также почаще опрыскивать, так как фикусы чаще всего страдают от сухости воздуха и недостатка влажности. В следующих видео я непременно вам покажу, как будет выглядеть растение. Когда оно немножко подрастет и я смогу закончить второй круг плетения, я непременно сделаю об этом видео и покажу вам уже в каком состоянии плетение, срослись ли возможно уже нижние стволики и так далее. На этом я буду заканчивать свое видео, надеюсь оно будет вам полезным и интересным. Всем спасибо большое за внимание и подписку. Я всем желаю хорошего дня и увидимся в следующих видео.